Всем привет, друзья! Сейчас у нас будет небольшое видео, ну или по крайней мере постараюсь его сделать небольшим. Будем пробовать отремонтировать данный геймпад, который нам пришел в Станин Дил магазина. Была распаковочка, ссылка будет под видео. Ну и кто помнит, кто смотрел распаковку, у нас не работает вот этот вот shift правый нижний. Сейчас попробуем раскрутить и собственно отремонтировать данный геймпад. Очень расстраивает, конечно, подобные вещи. То, что пришел геймпад Станин Дил в таком состоянии, обычно меня всегда радовало. Как бы сервис радовал этого магазина, но тут такой вот косяк. Не знаю, с чем это связано. Либо сам геймпад таким был перед отправкой, либо во время отправки. Как-то его повредили. Опять же, кто смотрел распаковку, наверное, видел, как он был упакован. Упакован был он ужасно. Просто накидана в какая-то бупырка, не обмотан ничем. То есть ужасно. Для Танин Дил, я считаю, это неприемлемо для такого крупного магазина. Так упаковывать товар. Это бывают там какие-то молодые, неопытные продавцы на Алиэкспрессе так упаковывают. Но для этого магазина, я считаю, недопустимо. Ну, посмотрим. Если отремонтирую и если все будет хорошо работать, то никаких споров открывать не буду. Комментарий, я думаю, будет мой с ровом. Так, ну что, смотрим. Ну, по строению могу сказать, чем-то похоже на геймпад для Sony Playstation 2. Для второй доводилось мне как-то в свое время его разбирать. Так. Так, ну смотрим, что у нас тут. В принципе, все стандартно. Да, похоже на геймпад для бойки. Для второй. Ну, не знаю, для третьей не разбирал. Разбирал, доводилось разбирать. Для второй. И для второй как раз похож. Сейчас вставим все кнопочки наши, конопулечки на место. Люблю, если честно, ковыряться в подобных вещах. Когда они требуют ремонта. Ну, вообще в электронике в целом. В принципе, так это сделано неплохо. Испаяно хорошо. Так, по первому взгляду нареканий вроде нет. Все сделано качественно. Опять же, раз я разбирал геймпады китайские от бойки. Там, конечно, ужасно было. Все печальное, я бы даже так сказал. Надеюсь, здесь все будет хорошо. Будет все работать. Так, ладно, смотрим, что у нас. Ничего на фиг не поломано. Вставляем обратно этот shift. Вот так, туда вроде все хорошо. Вроде работает. Все встало на место. Так, сейчас пробуем собрать. Ой, извините, если я не попадаю немножко в кадр. Потому что я камеру сейчас не смотрю. Так, пробуем закрывать сейчас. Так, ну и проверяем. Все. Все нажимается. Так, ну что, закручиваем обратно. Закручиваем. Ставим наши бомбики обратно. Закрутим все это дело. Ну, опять же говорю, не должно так быть. Приходить вещи в таком состоянии, чтобы их потом ремонтировать. Ну, у кого-то есть, как говорится, необходимые навыки. У кого-то нет. Вот у меня есть. Я разобрал, отремонтировал. Хотя тут вроде ничего сложного. А кто-то... Есть люди, которые просто-напросто побоятся делать подобные вещи. Завтра отдам, собственно, этот геймпад своему другу. Он все проверит. Посмотрит, все ли работает. И в итоге уже под этим видео, да и под видео с распаковкой я напишу, то есть работал ли геймпад или нет после... Да я думаю, будет работать, куда он денется. Хотя ремонт такой не глобальный, мы же ничего не паяли, так разобрали. Так, что тут нет? Тут один болт никак не встанет. Ага, все, влез. Радует, конечно, качество исполнения. Так, есть какие-то небольшие потертости. Вон, типа, как здесь. Не знаю, с чем это связано. Но... В принципе, для китайских товаров это уже... Норма, я считаю. Хотя качество исполнения самого джойсика лучше, чем, например, мне пришел геймпад до, а в шок второй... Там немножко похуже было. Качество сборки. Ну, хотя работает все, я гонял в гонке на нем, в бродилке походил. То есть все четко, все работает. Ну вот, собственно, ремонт мы закончили. Все у нас, все стики теперь работают. Блин, это с какой же надо было силой надавить, чтобы он так вот запал. Ну, вроде все, все ништяк, все работает. Вот такой вот был быстрый ремонт, скажем так. Можно сказать так, на коленке. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, ждите новых видео. Всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok